Сиул конкретизировал обвинения в адрес Пхеньяна об использовании средств, полученных от технопарка Кэсон на военные нужды. По информации Южнокорейского министерства по делам объединения, на эти цели уходила значительная часть зарплат северокорейских рабочих. В Кэсоне их было около 50 тысяч. Часть зарплаты они получали купонами, которые можно было оттоварить в магазинах. Совместная приграничная индустриальная зона появилась в 2004-м. В 2013-м ее уже закрывали из-за обострившихся межкорейских отношений. 10 февраля Сеул снова заявил о приостановке участия в проекте, после чего Пхеньян выдворил со своей территории южнокорейских рабочих. Согласно различным источникам, около 70% денег, выплаченных рабочим в Кэсонском индустриальном комплексе, ушли правящей рабочей партией. Деньги были потрачены на развитие ядерной и ракетной программы, а также на пропаганду режима. Южнокорейский министр по вопросам объединения также поддержал план размещения элементов американской системы противоракетной обороны на корейском полуострове. Он полагает, что это поможет противостоять северокорейской ракетной угрозе. Китай и Россия уже высказались против этого шага, заявив, что он также может быть направлен против них.